так консенсусы сегодня мы рассмотрим три вида на консенсусов канонических криптовалютных отдельно потом будем смотреть всякие консенсусы которые используются в корпоративных блокчейнах а это те приемы которые используются для валидации транзакций в открытых блокчейн сетях значит это все так называемые lottery based консенсусы каждый из них подразумевает что у нас идет как в майнинге ну по сути здесь везде идет какой-то майнинг по сути у нас генерируются какие-то лотерейные билетики есть какой-то драйвер какая-то какой-то фактор который влияет на то какое количество лотерейных билетиков ты успеешь сгенерировать для следующего блока и ты если тебе повезло и у тебя было много билетиков получаешь право этот блок сформировать и в этом блоке тебе причитается какая-то награда это общее правило как работает proof of work биткоина мы говорили там на примере блоков да когда формируются цепочки у нас есть два этапа мы сначала обмениваемся транзакциями потом какой-то момент транзакции собираем в пакет и начинаем формировать блок помните да мы рисовали даже да 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 у нас была даже презентация такая там типа росли так блочки в какой-то момент мы начинали новый формировать хэш рассчитывать не смотри есть два момента то есть если у тебя есть нода ты сейчас послал транзакцию на какую ноду это вопрос то есть скорее всего на ноду которую создатель кошелька как бы тебе предоставляет ведь что такое кошелек это какое-то приложение которое идет куда-то на сервак тут все очень просто у тебя есть юай у тебя есть он коннектится к какому-то серваку недвусмысленно да то есть там скорее всего никакого peer-to-peer взаимодействия нет просто обычный клиент сервер на сервере дальше вопрос где у тебя хранятся ключи это дай бог чтобы они хранились здесь у тебя где-то private key твой и главное secret key в простом незамысловатом варианте они могут храниться здесь ну как так работает биржа да когда ты заходишь через интерфейс и торгуешь на крипто бирже это все равно что ну как в каком-то смысле крипто кошелек да у тебя на бирже есть счет в твоей крипте и биржа фактически чтобы ты там получил деньги то сначала кидаешь на кошелек бирже свои биткоины и она тебе их рисует как бы рисуйте квази биткоины в своем кошельке с которым ты работаешь но когда ты нажимаешь redeem типа вывести биткоины с этой бирже то биржа подписывает своим private key значит secret назовем это secret и public secret key своим подписывает транзакцию и отправляет тебе на твой адрес эти битки то есть в этом смысле в какой-то момент твои битки оказываются заперты на кошельке secret key от которого не у тебя но ты можешь отправить запрос через юай чтобы этот secret key тебе их отправил правильно паблики от которой у тебя secret key мне ну блин конец нет нет здесь есть сервак вот вот программное обеспечение да здесь есть сервак который подключается к ноде да да конечно конечно ну я слабо себе могу представить что кто-то будет создавать кошелек для того чтобы он редиректил тебя на чей-то чужой сервак но возможно бывает чеки нет смысле вот что такое нода ну когда ты говоришь про вот этот конец ноды которые взаимодействуют с другими нодами у ноды несколько да как бы краев и концов ну смотри вот нода состоит из того блока который отправляет куда-то транзакции взаимодействие с другими нодами занимается мемпулом занимается прочей основной своей основной работой пирту пирной а еще но да это какое-то программное обеспечение к которому есть какой-то api вот здесь потому что ты же должен просто интегрировать с ним какой-то юай в какой-то момент но окей вот смотри хорошо может быть какой-то юай который подключается к твоей ноде зачем ты тогда к ноде напрямую подключался подключайся к серваку который оркестрирует разные другие ноды но да если твоя нода упала который подключался тогда тебе только и остается что пытаться какой-то другой но здесь смотри то есть это как бы как это на сетевом-то уровне вы с этой нодой находитесь в одной локалки на каком основании ты вообще можешь обращаться к ней то есть ну локалки как бы в одном сегменте каком-то сети что у вас доступы друг другу открыты понимаешь чтобы к ней чтобы любой чувак с этой ноды мог что-то делать я там подожди тогда тогда это но да это как бы но да нет кто тогда это не та нода которая хранит ключи там и прочее прочее да это просто какой-то не за кто подписывает кто подписывает транзакции в этой парадигме когда она блок на майнил она не ok ok это ну смотри я не уверен что хорошо наверное да ты просто говоришь про такую специальную ноду которая которую специально кого разработал чтобы оказывать вот такой сервис то есть я не знаю стоило ли ее вообще делать как ноду именно не на просто смотри вот тот все тот сервис который ты хочешь получить чтобы был чтобы был юай чтобы он отправлял какие-то через какую-то ноду транзакции в блокчейн вот такой сервис это скорее всего вот такая конфигурация а то есть юай сервером который взаимодействует с какой-то нодой может с одной может у него там много нод поднята на всякий случай он выбирает на какую нагрузку маршрутизировать здесь много логики очень которая не относится вообще как бы к логике самой ноды то есть архитектурно завязывать это на ноду но у нее другая у нее другие задачи у него задачи как бы вот вот этот кусок да у тебя получается нода вот такая здоровая уже здесь куча всякой другой логики не связаны вообще с блокчейном для того чтобы оказывать вот этот сервис наружу типа я принимаю транзакции там и так далее но конечно он ну то есть у ноды есть какой-то юай но блин скажем так это форточка да не ворот но и даже не дверь через которую нужно ходить это форточка для того чтобы с ней какой-то юай один чувак который владеет этой нодой поставил же один юай и к ней ходил и она ему чтобы подписывала и транзакции и она же блоки подписывала ну да ну да в как как-то идея такая помним да как мы формируем блоки в блокчейне мы накапливаем эти транзакции мы можем отправлять их на какой-то сервак который будет их через какие-то ноды там после блокчейн то есть мы можем иметь тонкий клиент мы можем скачать себе ноду если как мы можем утончить клиент двумя путями раз уж мы затронули да мы можем вообще не иметь клиента просто генерить транзакции посылать их куда-то ну либо нам про полностью предоставляют сервис либо мы у себя подписываем транзакции да это важно с точки зрения безопасности чтобы мы у себя хотя бы нам присылали payload просто голый мы его подписывали у себя внутри и отправляли уже подписаны и серва какой-то его выкладывал блокчейн мы при то есть при этом нам лучше иметь какой-то другой сервак с которого мы будем мониторить что происходит в блокчейне да чтобы этот нас не начал обманывать то есть это первый способ облегчить ноду второй способ это поставить ноду но не качать весь блокчейн а качать только те транзакции которые касаются лично нас а по всем остальным значит блоком качать только меркл там хэш или меркл 3 захешированы то есть как-то вот условно архивированный блокчейн накачать то есть мы все равно при этом что-то валидируем какой-то такая промежуточный серединный вариант тоже облегчение блокчейна для нас но мы естественно не можем на таком варианте там майнить и что-то такое делать так вот собственно про майнинг когда мы помните мы говорили да что мы обмениваемся обмениваемся транзакциями между разными участниками транзакции квадратики накопили у себя какой-то пул транзакций неважно там он совпадает с тем пулом или не совпадает в какой-то момент мы начинаем его упаковывать в блок вот это было да мы считаем от него хэш кладем сюда на самом деле не хэш а нонс нонс вот такая была картинка помните кладем сюда нонс и начинаем этот блочок отправлять уже всем нашим перам значит этот блочок естественно достраивает какой-то предыдущий блочок опять человечек получился забавно значит вот это все помнят да на первой лекции сам этот процесс рассматривали значит теперь вот на слайде у нас изображено как выглядит собственно что такое блок надо есть блок это вот справа собственно вот эти транзакции все перечислены какой-то плюс вот такой скажем расширенный заголовок блока который состоит из полей transaction counter блок сайт это просто константа с непонятным назначением просто так magic номер поэтому называется и собственно не расширенный обычный заголовок блока в которой у нас и входит вот этот нонс а помимо нонса еще входит ну там версия ладно ссылка на предыдущий блок то есть что такое ссылка у нас айдиш ником выступает хэш в биткойне поэтому это хэш предыдущего блока это хэш меркл рута то есть у нас все транзакции они а ну здесь уже нарисовано вот у нас в этом блоке да нормально ну да невероятно сколько там блоков то блоков условно десятки или сотни тысяч да то есть там раз десять минут вероятность к этому даже два двести пятьдесят шестой это число в этом блоке типа четыре транзакции до меркл рут выглядит как мы просто берем эти сначала две первые две вторые бинарное дерево хоп считаем от них там хэшей и все складываем считаем хэш от этих хэшей то есть такой архив блока который по которому можно по крайней мере понять транзакция пропала или нет и если у нас есть все транзакции ну и смотрите да то есть если у нас есть вот эти вот хэш и этой ветки и нам прилетает вот эта транзакция в качестве нам прилетает input который тратит вот этот output для того чтобы проверить что этот output был когда-то включен в блок а значит был валидирован кем-то какой-то полноценной нодой нам не нужно вообще знать изначально и вот эти транзакции которые были вот здесь вот нам нужно только знать даже хэш вот этой транзакцию вот эту транзакцию до чтобы посчитать вот этот общий хэш и выйти в итоге сверить с меркой рутом так нам достаточно знать только хэши этих самих транзакций других листьев так мы можем перепроверить что это данная транзакция была когда-то в каком-то блоке а по всем остальным транзакциям которые были в этом блоке нам достаточно чтобы были просто и хэши это позволяет нам снизить объем информации которую мы храним и тем не менее проводить валидацию транзакции которые касаются лично нас вот это вот конкретно вот как это происходит короче вот эта штукенция хранится ну да а зачем нам чужие то валидировать ну вот если мы не майним тогда нет да то есть по хорошему так оно и есть ведь мы за этот тратим свои ресурсы на то чтобы валидировать чужие транзакции хранить их но не получаем за это награды то есть майнер он получает за это пока конкретную награду а мы просто как пользователь не получаем странных чудовищно больше конечно просто пользуются да нет нет они но это просто по просто ноды которые пользуются этим кошельком то есть если ты как бы не знаю если ты не покупаешь мейнфреймы с айзиками то тебе стойки смысле то тебе смысл в принципе не нужно пытаться заниматься майнингом на домашнем компе не знаю там условно биткоиновскую слушай но есть люди которые биткойн используют для того чтобы майнеры что-то получали кто-то должен покупать этот биткойн чтобы его для чего-то использовать вот кроме майнинга то есть эти люди есть пользователи гоняют бабло через границу мимо налогов там европейцы всякие а ты в этом смысле зачем вообще тебе такую даже кривую ноду поднимать если ты мог просто как бы тонкий кошелек скачать совсем тонкий ну да да вот я окей совсем клиентов наверное больше чем и таких кривых нод просто какой как этот анархист вдруг возьмет и поставить себе тонкий клиент ведь тонкий клиент это ты доверяешь какому-то серваку ты уже не анархист получается а терпила да да я думаю вот второго вторых чудовищно больше а да не ну окей если такое да может быть это вот кстати как это из истории с компанией диджи кэш которая как раз занималась разработкой все во второй половине 90-х ну вообще все 90-е решение там по приватному электронному кэшу назовем это так и тоже там неоднократно они говорили что пользователям в общем пофиг и на приватности на все главное чтобы просто и удобно то есть обычному человеку юзеру все вот эти заморочки с приватностью хранением ключей у себя на устройстве там и так далее и так далее им им пофиг если даже не очень надежный человек пообещает что все будет хорошо ключи не пострадают данные не утекут вот а потом если утекут скажет это последний раз это случайно это не все там вот вову короче в этом отвлеклись в общем да ну заложен такой механизм что если ты крипто анархист на хочешь экономить жесткий диск то вот пожалуйста время время это интересно мы говорили о том что в блокчейне главное это порядок транзакций а не время но тем не менее время нам нужно и время используется в блокчейне в двух в блокчейне биткойна в двух случаях напомните в каких кто знает кто помнит атомарный своп это да одна тема и вторая не ну это понятно да это одно и то же то есть чтобы был хэш тайм лог контракт ой-ой-ой блин кошмар какой а у кого была зарядка от hp да чтобы у нас был не просто хэш лог хэш тайм лог нам нужен тайм это как бы она потом используется и в атомик свопах атомик и в платежных каналах которые используются в лайтнинге в свою очередь это одна история вторая история кто да вот вторая вторая на боку мама май 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 майни 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 да собственно майнинг потому что блок должен майниться раз в 10 минут примерно и мы должны как-то контролировать что это именно было 10 минут они там 11 12 как мы это делаем помним что у нас есть понятие сложности в биткойне помним что понятие сложности у нас определяется тем порогом всего всей области значения хэш функции тем порогом значение ниже которого мы принимаем в качестве валидных хэшей заголовка блока вот чем он ниже тем у нас меньше значит шансов быстро найти его и тем больше итераций в среднем нам нужно для этого сделать тем больше нам нужно тем дольше это займет при константных мощностях собственно вот этот таргет таргет здесь поле бит которая называется это и есть таргет в определенном формате такой за архивированный таргет он тоже в блоке присутствует помним да что он используется чтобы накопленную сложность посчитать там по цепочке чтобы выбирать какая цепочку дальше майне ту в которой накопленная сложность больше это того который таргет меньше и для этого нам нужно в каждом блоке таргета в общем нам нужно снижать если мы увидели что у нас в среднем за прошлые две недели или 2016 блоков average среднее время до среднее арифметическое время майнинга она больше 10 минут скажем 11 минут то мы снижаем на одну одиннадцатую таргет таргет умножить равно 1 11 вот так мы снижаем таргет а усложниваю задачу а от фото и умно не подожди да-да да конечно да не substantial на 11 минут потому что Да, да, дольше, да, я тоже ступил, молодец, да, действительно, мы таргет увеличиваем, повышаем, слишком стало сложно. А если быть конкретным, количество азиков уменьшилось, которое занимается майнингом, такое тоже бывает. Значит, график там мы помним, да, что в среднем там время оно никогда не равняется 10 минутам, оно в начале этого двухнедельного цикла больше, потом меньше, так что в среднем оно там оказывается каким-то вот таким, и мы его снова подвигаем наверх, увеличивая сложность, да, если у нас в среднем все-таки быстрее за прошлые две недели, в среднем быстрее двух минут рассчитывался блок. Поэтому нам в каждом блоке, вот мы берем 2016 блоков, через каждые 2016 блоков, и смотрим среднее время, которое занял их майнинг. Поэтому у нас в блоке должно быть какое-то поле, которое это время хранит, и это поле вот, time. Значит, есть пара нюансов, пара нюансов. У нас, то есть время как бы оно есть, но мы не можем гарантировать... Да, да, вот кто считал время? Ну, время ставит майнер, это понятно, но у нас, значит, люди как-то должны валидировать блок, и как-то валидировать это время, как его валидировать? То есть я принимаю блок какой-то, мне прилетел, и в нем, значит, стоит время... У меня, допустим, 10 часов утра, а в нем стоит время, там, 11.53. Я думаю, ну, может быть, это у чувака просто на 2 часа отстает, там, часы вперед, он в другом часовом поясе, до меня еще 7 минут шел блок, то есть... Нет, да, точно, это да, ну, в общей часовой зоне хорошо, но все равно я получаю облачок, а в нем время будущее какое-нибудь, допустим, стоит, ну, или прошлое. Ну, а может, это у меня как бы проблема, то есть с часами, да, а не у того чувака, там, ETC, не ETC. В общем, поэтому время это считается приблизительно, ну, плюс, хорошо, оно, допустим, находится в прошлом, то есть насколько оно может находиться в прошлом, если чувак утверждает, что он нашел блок за, там, одну секунду, да, там, то есть если хэш корректный, ну, может быть, это нормально, но теоретически он мог поджулить, да, найти блок за 10 минут, просто время вставить, как будто он нашел его за одну секунду, ну, то есть... Да, да, а может там 7-8, ну, то есть... Да, поэтому мы должны как-то время это валидировать с одной стороны, и в биткоине поэтому используется такая гибкая, мягкая, не знаю, мягкая, ненавязчивая валидация того времени, которое присылается в блоке. У нас в качестве левой границы берется... Average, а не, min 11 блоков. То есть я залезаю в свой блокчейн, получаю новый блок, я беру 11 блоков старых, достаю из них время, считаю, не min, медианы, медианы, считаю медиану. Да, то есть, ну, как какое-то там среднее время. Это у меня будет левая граница того диапазона, в котором я принимаю вот этот вот блок. Это раз. Два. Я беру по каждому своему перу, к которому я коннектчусь, я тоже от него получаю время от времени. Ну, на самом деле, в момент, когда я к нему коннектчусь, я от него получаю там его, не знаю, условно IP-адрес и дельту по времени. Да, то есть, там какой-то IP-адрес, и там, допустим, плюс 3 минуты. IP-адрес, там минус 4. Ну, условно, там, конечно, секунды или вообще там 0, да, то есть. Он мне присылает, мы с ним обмениваемся, устанавливаем, значит, разницу в наших часах, и я это все у себя веду. Вот из этих всех диапазонов у меня тоже складывается какое-то average time моих пиров. Average network time, по-моему, это называется. И здесь используется это average network time плюс 2 часа. Это правая граница диапазона. Вот так вот гибко, хитро валидируется время, которое будет указано в блоке. Понятно, что это не из, там, все равно вот те вот проблемы остаются. Чувак, если указал какое-то время не такое, которое он нашел, мы это не сможем проверить, поймать его за руку, и диапазон все равно получается довольно широкий. Поэтому вот эти вот все таймлоки в биткоине, да, они должны быть, как бы, исчисляться десятками часов, наверное, да, там, потому что мы понимаем, что плюс-минус туда-сюда, значит, что-то может гулять. АВТ – это average network time. Это вот ты берешь, ну, когда подключаешь, у тебя там несколько десятков пиров. Вот, ты с ними, со всеми сверяешь свои вот эти вот часы, да, UTC, и понимаешь, насколько у них время отличается от твоего из-за каких-то там вещей. Да, берешь это, там, по-моему, не усредняется, опять берется медиана, но это не суть. АТ – это что-то? Где? Ну, АНТ плюс что-то там. Не вижу, покажи пальцы. Два часа? А, да, два часа? Ага, да, плюс два часа. А из-за того, что левая граница медиана, кажется, что все время работает? Это ближе, 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 ближе. Ну, типа, мы медиана, мы отрезали в 7. Ну, мы взяли один из блоков, мы взяли там, прошлый один из блоков и взяли медианную на время. Ну, выстроили их там. А, время, в смысле, время? Да, да, там, сколько минут. А именно вот когда они будут. Да. Так, блядь, вырвался. Это просто вот к слову о том, что время, там, зачем время нужно, да, для двух вот этих целей, что оно нечеткое и что на самом деле даже вот эта вот нечеткость, она не избавляет от проблем и… Не избавляет от проблемы, есть там всякие атаки на время, да, вот в этом хэш-таймлок. Можно попытаться как-то сломать, как-то манипулируя временем. Так, это Merkle Root, вот на что ссылается предыдущий хэш, вот на такую конструкцию, да, то есть это конкретно хэш вот этого вот малого хэдера предыдущего блока. Точно так же мы этот хэдер хэшируем SHA-256, получаем как бы ID-шник этого блока. Как мы майним, да, вот здесь у нас так или… вот здесь у нас таргет, можно сказать. Значит, мы берем весь этот малый заголовок, два раза его хэшируем SHA-256. Если он пролазит в таргет, то все хорошо, блок намайнен. Не пролазит, увеличиваем нонс. Поле нонс, по-моему, там 4, блин, байта, 4 байта, да. Короче, оно может быстро заканчиваться, поэтому у нас вот в Coinbase есть еще экстра нонс. Поле Coinbase транзакции всегда самое левое. Ну, как бы первое левое в Merkle 3. Экстра нонс увеличивается, да, и здесь заново начинается счетчик. Но когда экстра нонс мы увеличили, мы поменяли содержимое Coinbase транзакции, и значит, нам нужно пересчитывать все дерево. Пересчитывается Merkle root. Это добавляет еще в блок какой-то там энтропии. И время мы каждый раз тоже сами устанавливаем. Да, да. Просто получается можно… Типа, мы все равно каждый раз, если только менять время будем, у нас все равно будет меняться исходник. Ну, в смысле, то, что получилось после хеширования. Да, ну просто, может быть, ты с азиком можешь в одну единицу времени… Ну, да, ты каждый раз просто учишься в новое время и хешируешь. Ну, да, да, я говорю про то, что мы меняем, получается, не только вот то число, которое мы взяли, а еще и время. Можешь менять, можешь не менять. А, окей. Можно равен, типа, я, наверное, за 10 мм сделаю. Да, я сделаю этот блок за 10 мм. Как угадай мелодию, да. Окей. Ну, да, можно так. Счетчик обновлять. Ага, это, значит, proof of work. Значит, идея очень простая. Но в чем проблема? Опять же, вроде криптоанархисты хотели, чтобы никто не влезал в их криптоанархический мирок, но влезли дядьки, у которых были бабки на всякие азики. Да, и получилось, что чем у тебя больше бабок в реальном мире, тем ты круче и в анархическом мире. Потому что, в принципе, ломает всю идею, всю затею. Вот, поэтому начали появляться какие-то мысли, что мы живем неправильно, надо сделать какой-то другой консенсус. И как грибы начали расти разные консенсусы, из которых вот самым, наверное, первым появился, ну, ладно, почти все видно, proof of stake. Значит, была такая валютка NXT, называлась. Она вот первая сделала, это конкретно proof of stake оттуда взятый. В чем идея? Мы хотим завязать количество лотерейных билетиков, которые есть у аккаунта, не на мощность его вычислительную, да, которая позволяет ему кучу раз в единицу времени подбирать какие-то хэши, а мы хотим завязать это на какую-то метрику, которая существует внутри блокчейна. То есть мы как бы герметично, да, герметизируем блокчейн, говорим, что мы тебе, у нас нет пубавины, которая связывает нас с реальным миром, мы вот только на основе данных из блокчейна занимаемся распределением крипты в блокчейне же. Да, и раздаем ее инвесторам, которые там есть. Ну, например, да, то есть... Никакой связи. Да, дальше... Да, никакой связи. Ну, либо не инвесторам там, а просто хорошим людям, родственникам своим, бедненькую связи. Значит, дальше возникла там вот такая идея, что, наверное, если у чувака много... Он держит много крипты, да, как бы, значит, это хороший пользователь, значит, его можно вознаграждать за нашу крипту. Как работает... Ну, это механически, оно работает на самом деле примерно так же, может быть, даже чуть попроще. У нас здесь в качестве, как бы, функции неопределенности, у нас опять есть какая-то область значений хэш-функции, но теперь у нас меняется сам подход. Теперь у нас у каждого человека, значит, будет какой-то индивидуальный хит его. То есть, вот здесь у нас сейчас будут использоваться одинаковые понятия, термины, которые будут означать разные вещи. Это еще одно чудо блокчейна, когда каждый изобретатель там переизобретает все названия, и они часто вступают в коллизию. Значит, ладно, назовем это просто планкой. Вот есть, короче, такая планка. В Proof of Stake, который предложил NXT, вот эта планка для каждого юзера, на каждый блок устанавливается индивидуальная. Вот так. У нас есть предыдущий блок какой-то. В нем есть какие-то два параметра. Ну, там BasedBT, не важно, BasedTarget. Это то, что называлось таргетом в Proof of Work. И его какой-то Generation Signature. Короче, не важно, какая-то последовательность бит уникальная. Может быть, мог бы его ID-шник, например, использоваться. Мы берем это и конкатерируем с Account ID, публичным ключом аккаунта. Да, то есть для каждого аккаунта вот эта вот штука будет индивидуальна. То есть у нас много аккаунтов каких-то. Для каждого из них по этому блоку будет назначен какой-то индивидуальный, какая-то индивидуальная планка. Да, смотрите, вот мы конкатерируем это, эти два значения. Предыдущий блок и ID-шник чувака. Пропускаем через SHA-256, берем крайний 8-бит, это и будет его планка. Ну, короче, вот это все не важно. Просто мы конкатерируя логически, да, просто конкатерируя из блока, из какого-то поля в блоке уникального ID-шника, блока и публичного ключа, мы генерим планку. Вот так, вот так. То есть это уже не важно. Главное, что по этому блоку каждый на основании своего ID-шника получает планку. Почему важно, что это именно ID-шник? Потому что мы можем перепроверить. Не-не-не, забудь, что это называется, что это какая-то подпись. Это просто, вообще неважно, да, пускай это будет хэш-блока. А BTR? Base target. Это то же самое, что target в Proof-of-Workе. Ну, он типа задан отначально в системе или как? Это то же самое, что target, и он точно так же сначала задан, потом увеличивается или уменьшается в зависимости от скорости майнинга. Значит, короче, у нас есть ID-шники, каждому из них назначается какая-то планка. Мы можем перепроверить, любого чувака взять и понять, какая ему назначена планка. Потому что мы берем его ID-шник, складываем с тем же самым там хэшом, с которым мы свой складывали, и получаем его планку. То есть планка условно-рандомная получается? Условно-рандомная, да. Хорошо сказано. Условно-рандомная в том смысле, что мы можем, вот мы, зная у кого какая планка, уже можем понять, у кого она ниже. Вот здесь. Мы уже здесь можем понять, у кого планка ниже. То есть это в этом смысле мы как бы можем предсказать, кто намайнит следующий блок. Еще пока он не намайнен. А что есть аккаунт ID? То есть это просто... Ну я написал аккаунт ID, потому что здесь могло быть что угодно. Там, по-моему, в тупую паблик кей берется. То есть надо хитрить. Мы не можем далеко в будущее предсказать, да, кто будет майнером, там, дальше, дальше, дальше. Потому что в любой момент кто-то может отправить транзакцию. Вот даже если мы знаем, что вот у этого чувака минимальная планка, да. Значит, короче, сейчас я объясню, как это работает. Но вот если у него минимальная планка, значит, он там, допустим, намайнит первый. Это еще не так, потому что мы не все рассмотрели, но типа так. Он намайнит первый, значит, мы знаем, что он намайнит. Мы уже знаем, какой транзакшн пул есть, да. Мы поэтому предполагаем, да, какой будет хэш у следующего блока, зная его транзакшн пул. И мы можем предположить, что этот чувак, ну, кто после этого чувака будет следующим майнером, да. То есть мы вот, но на самом деле не можем. Мне очень понятно, почему мы не можем аккаунт ID подбирать. Ну да, майнинг аккаунт ID. Ну, генерировать новый аккаунт и майнинг вернулся. Генерировать новые аккаунты для того, чтобы у них получился минимальный, минимальная планка. Да, да, это мы делать можем, поэтому там есть от этого защита. Сейчас перейдем. Хорошо, что вы изобрели. То есть их нужно типа деньги иметь на счету. Их не только нужно иметь на счету, они должны полежать, не двигаясь на счету, какое-то время. Чтобы ты не мог нагенерить миллион счетов и между ними быстренько перекидывать вот так. Но если ты сам в этом мире, то у тебя будет миллион аккаунт. А тебе нет смысла держать миллион, тебе есть смысл… Держать один с полным счетом. Один, да, с миллионом. То есть они миллион по одному. Ну, вообще, ну… А почему? Ну, пока что не видно… Ну, сейчас, да, да, сейчас добежим до этого. Так, это пока сотрем. Ты просто манипулировать аккаунт ID, то есть, по-моему, как это вообще возможно? Ну, это было бы прикольно. Если типа то значение, что получилось, оно еще делится на твой баланс. Тогда ты как-то будешь… Чем больше тебе денег, тем ближе ты к 0. Ну, типа так и есть. На самом деле, ты правильно, видишь, ты доизобрел всю идею. Потому что здесь есть планка у каждого чувака. Есть двигающаяся навстречу ей, снизу, значит, какая-то другая планка. И когда они встретятся, когда нижняя доедет до верхней, тогда ты получаешь право, значит, или переедет ее, тогда ты получаешь право майнить. Значит, что значит, что нижняя планка двигается? Нижняя планка рассчитывается вот по нехитрой формуле такой. Значит, что это баланс, да? То есть, там у нас есть время, time, время, прошедшее с генерацией последнего блока в секундах, на твой баланс, stake, на base target. Вот какой-то коэффициент, который мы можем управлять, если у нас слишком быстро майнятся блоки. Начались почему-то майниться. Значит, что дальше происходит? Время идет, stake у тебя стоит. Если у какого-то чувака stake в два раза больше, чем у тебя для него, эта планка будет двигаться в два раза быстрее. Но если ты в три раза ниже твоя планка, то ты все равно быстрее его намайнишь. Понятно, да? У чуваков, у которых одинаковый stake, планка в нижнее двигается наверх с одинаковой скоростью. И из них намайнит тот, у кого планка в верхнее ниже. Вот эта вот планка. Я не знаю, я два раза слово планка, если сбивает, зеленая палка назовем это, а то планка. Да, да, нижняя, короче, просто нижняя двигается вверх, и это тоже запутывает немножко, короче. Хорошо. Давай так, зеленая. Зеленая двигается наверх. Если у тебя в два раза больше денег, то у тебя зеленая будет двигаться в два раза быстрее. Но если у него в три раза ниже синие, тогда даже если он двигается в два раза медленнее, чем ты, он все равно быстрее намайнит. Вот, в общем, тут элемент удачи, но в среднем, как бы в среднем распределение равномерное, опять же, поэтому в среднем тот, у кого больше stake, будет намайнивать чаще. Но... Работают эти валюты? Они ничего не перебирают? В валюты это существует, инокси. Они ничего не перебирают, там никакой нонс, просто видят, что о, я сам крутой. В том-то и штука, да. Чтобы ничего не перебирать, чтобы не было пруфов ворка. А как они, ну, а как понять, что ты самый крутой, именно ты лидер в этом блоке? Нет, вот ты как только видишь, что у тебя... Ты выше планки? Что ты выше синий план, твой зеленый выше синий, ты генерируешь блок, в который вставляешь свой, ну, там, айдишник, стейк твой, ну, как бы твой стейк могут и так проверить. Твой айдишник ты вставляешь. По твоему айдишнику все могут проверить твою планку синюю. По времени, которая там... Вот здесь уже, здесь уже чувствительно, здесь уже плюс 2 часа, это уже как-то стрёмно будет, да? Поэтому здесь у нас время должно синхронизировано. Не, 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 вот этот тайм, это сколько секунд прошло там с прошлого блока, то есть он конкретно там чисто вот, чтобы планка ползла вверх. Когда ребят прислали свои блоки, ну, то есть многие планку превысили, то будет самый высокий просто, и все. Нет, вряд ли самый высокий. Но ты просто как только превысил планку, ты начинаешь всем раздавать свой блок. А дальше... Примерно превышает планку, там считать ничем не надо. Почему примерно одновременно? Все увидел планку, превысил, послал. Все примерно то же самое делали. Не, подожди, так у них реально должно дойти как бы... Ну, зелёная планка должна оказаться выше. Их собственная. Вот, есть счёт, есть счёт, есть аккаунт А. У него есть назначенная ему синяя планка, и есть назначенная ему зелёная планка. И зелёная двигается вверх. И вот в момент, когда она догонит синюю, он сможет сформировать блок и начать всем рассылать. А как он двигается? Так я же говорю, ну, время. У меня прошло одна секунда с прошлого блока. Две секунды, три секунды, четыре секунды. Поэтому планка двигается вверх. Планка по этой формуле рассчитывается. Нет. Это синяя планка определяется не стейком, а твоим айдишником, и она фиксирована. А нижняя планка определяется, и скорость её движения наверх определяется твоим стейком. Вот. В общем, такая идея, да, чтобы ты не мог, ну, если у тебя 100-500 аккаунтов, и ты вычислил, у какого из них планка минимальная, то ты мог бы быстренько на него свалить весь свой стейк. Да, но чтобы этого не было, то ты должен, стейк начинает майнить в NXT, когда пролежал 30 дней. То есть он 30 дней отлежался, всё начинает майнить. Потом он ещё набирает силу немножко до 90-го дня, как бы это бухнет там, не знаю. То есть он начинает влиять на зелёную планку, когда он пролежал 30 дней. Да. Вообще в этих валютах, где поддерживается, в Waves, кстати, Proof of Stake, там, где он поддерживается, там начинаются разные фокусы. То есть на какой день он начинает майнить, как ты должен, ты его должен просто не трогать, или ты должен отдельной транзакцией как бы определить в ячейку, ну, как бы заблокировать, что там он майнит. Есть лист Proof of Stake, это как раз вот в Waves организован, что ты можешь какому-то другому чуваку дать в аренду свой стейк из коинов, при этом он как бы начинает майнить силой этих коинов, но не может ими распоряжаться, не может как бы снять их, потратить, а тебе он должен что-то выплачивать. Это, короче, способ организации майнингового пула на базе Proof of Stake. А это вообще не вредит какой-то там, я не знаю, эквивидности, потому что… Вредит, конечно. Замораживаешь, ну, если хочешь быть майнером, то у тебя твои коины, они просто лежат без… Ну, как бы… Какой баз положил, пошел. И они вообще типа не циркулируют, они еще… Ну, в принципе, в идеале не особо, потому что, ну, да, идет какая-то изобразация, с одной стороны, да, это когда ты деньги вместо того, чтобы пускать в оборот, складываешь под подушку, и где-то там денег может в нужный момент не оказаться, но, по идее, невидимая рука рынка все расставит на свои места, там, да, курс у тебя вырастет, валюта, раз ее стало меньше, против товарной массы ее курс вырастет, а криптовалюта, она не бумажка, да, она делится на много-много там, как бы частей, поэтому здесь все будет хорошо, но на самом деле ликвидность упадет, как я правильно сказал. Вот. Потому что рынок не идеальный. Еще вопрос, типа… Сейчас пытаюсь понять. Вот эта планка, она растет, это, ну, что надо делать в майнер, как программа работает? Типа она вот видит свой стейк. Ну, а она вот эту нехитрую формулу вычисляет. Она смотрит вот прошлый блок, там в блоке конкретно написано время, когда его намайнили. А, в прошлый? Да, да, и свое текущее время, и отнимает одно от другого. Получается, с прошлого блока прошло секунды, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чик-чик-чик-чик. Так она может за одну, типа, операцию посчитать там, когда эти две штыки совпадут, по идее. Так, она посчитает, когда совпадут. Давай. Сформирует блок, отправит. Все его примут и увидят, и скажут, у тебя блок из будущего, я его пока что не принимаю. У меня на 10 часов меньше, чем у тебя. На 10 минут меньше времени, чем у тебя. Я же говорю, здесь, в этом консенсусе, время уже не имеет права на такое расхождение, плюс там 2 часа куда-то. А еще он пока ждет, вот видите, блок, он взял замен, там что же, минпул? Конечно. Вот он взял замен пул, понабрал транзакцию, увидел, что-то планка высокая, убрал, набрал другие транзакции, или как они просто, или по фиену просто. Нет, у него же из предыдущего блока берется планка. А, ну тут типа... А, да? Да. Тут не надо как непрерывный процесс рассматривать, типа движение зеленой планки. То есть здесь время нужно чистить для того, чтобы понять вот, кто из них быстрее все это делает. Ну, сейчас. Нет, ему не надо сидеть и смотреть за этой планкой, хотя это приятно само по себе. Ну, то есть он просто посмотри. Как огонь там, звезды. Мне непонятно еще, зачем боись таргет, почему просто хочешь, вот еще блока не взять, там, если бы не пополновать, или планку не сделать. Не, подожди. Здесь вот... Здесь планка, base target не участвует в планке. Generation вот этот, хэш блока участвует, условно. Да, а base target? Ну, просто он там есть какой-то. А, это предыдущий. Ну, да, мы же его тоже должны... Мы откуда-то должны взять base target. Вот мы его берем оттуда. А вот это тогда вы посчитали, это что? Планку. Вот мы берем вот это, приделываем вот это, запускаем хэш, берем левый 8 бит, получаем какое-то число, которое есть с нашей планкой. Да, base target. Забудь про base target. Нет, это вот для этого. Вот сюда вот, вот base. Base target, вот это B, E. Не знаю, почему E. Наверное, B, T, да, надо было написать. А это T, B, это время его, T. Ну вот, на доске написана формула. Time, на stake, на base target. 100 – это баланс его. Почему 100? Потому что там, наверное... Верхняя планка – это хит. Просто здесь, ну как бы... А, нет, подожди, или что такое? А, здесь почему-то... Здесь почему-то меняется вот это вот число. 100. Ну ладно, допустим. Короче, что-то... Вот это вот время, пускай, я бы, не знаю. На 400 секунде он туда попадет наверх, и этот чувак сможет сформировать блок. А, ну тогда это баланс. Баланс – это base target, target base. Это баланс, почему E, не знаю. Короче, дурацкие названия. Как это не... Еще раз. Если все майни... Ну, если в итоге получается почему-то, что блоки майнинят очень быстро, то нужно, значит, увеличить сложность, чтобы блоки майнились там раз в минуту. Мы же рассчитываем планку. Ну, то есть base target и планка – это равно или неравно? Это разные вещи или нет? Вот видите, ну, вот эта планка, где-то нет. Я же говорю... Регулировать планку. Нет. Еще раз. Я специально назвал это планкой, потому что в Proof of Work это называлось target. А здесь, я сказал, а здесь target – это не то совсем, поэтому я вообще уберу это слово и назову это планкой. Значит, base target влияет на то, с какой скоростью у тебя нижняя зеленая планка лезет наверх. Все. Это вот фундаментальная переменная, которая базовую скорость движения определяет. Базовая скорость, и потом она еще на stake умножается. На stake еще умножается. Это способ уменьшить, чтобы все эти скорости. Да. Все, все. Это не верхний и верхний план. Да, да, да. Вот почему я против изобретения всякой... Горе блокчейнистами своих собственных терминов, потому что они вступают в коллизию и путают людей, честных. Как читать, чужие вейтпейперы там, не знаю. Просто есть еще... В последний год совсем уже как бы мода на это пошла, там придумывать свою собственную терминологию, как свой, не знаю, фэнтези какой-то мир свой. Чуть ли не говорит, что вот эти валидирующие ноды я назову там эльфы, там эти мумитроли, там у меня, короче, тонкие клиенты. И вот так, смотрите, у меня какое-то сказочное королевство на блокчейне. Ну, то есть, короче, фантазия прет у людей, не туда. Да, вот в чем прикол всей этой схемы? В том, что теперь мы можем вместо stake здесь использовать все, что угодно. То есть мы любую метрику, которая у нас существует внутри блокчейна, и которую мы рассчитываем по какому-то узлу, можем сюда, значит, вставить и вознаграждать его поведение за это. Вознаграждать его поведение количеством шансов на успешный майнинг. И эта вот сама схема, она прекрасна вот этим. Маленькая проблема, которая есть у этой наивной схемы proof of stake заключается в том, что если нам прилетело два разных блока в какой-то момент, мы мотивированы начать достраивать оба. Вот зеленое это то, что мы майним. Если у нас есть два разных блока, мы мотивированы оба их взять, для обоих рассчитать вот этот наш хит, для обоих подождать, шмякнуть, сформировать и начать рассылать всем своим перам два блока, достраивающих разные цепочки. А в proof of work нам выгодно инвестировать наши… Просто здесь мы ничего не теряем. Мы как бы и сюда, информацию можно копировать. Это вот прикольно. У меня недавно с ребятами далекими от всей этой тематики возник разговор, а что вообще такое там блокчейн, что-то крипта, как это. Я начал объяснять, там девочка одна хорошо объяснила в итоге. В чем отличие? Это как торренты, но в торрентах ты можешь фильмы скачивать у всех и копировать, а вот биткоин ты не можешь копировать, для него закон сохранения массы как бы работает. То есть ты его откуда-то берешь, вытаскиваешь и куда-то кладешь. Вот мощность майнинговая, это тоже сущность, для которой работает закон сохранения массы или энергии. Если ты, значит, ты откуда-то ее отсюда, чтобы она здесь появилась, ты должен отсюда ее снять. То есть ты должен… Если у тебя вероятность этого, того, что ты этот блок намайнишь 0.7, ну, точнее так, вероятность того, что эта цепочка продолжит жить 0.7, а эта 0.3, то для тебя рациональная стратегия – это все свои майнинговые мощности тратить вот сюда. Потому что они… Вот просто в тему, извините, в топ. Был такой философ, он Аксагор, лет за 200, да, Аристотеля еще жил. И он вводил классификацию сущностей разных. И у него были обычные сущности, ну, не знаю, там стул, стол. В чем отличие этих сущностей? То, что для них не работает закон вот этого сохранения. То есть стульев может быть 10, может быть 20, 30. Неважно, сколько мы сделаем стульев, в каком-то месте у нас не появится условно дырка от стула или какой-то антистул, да, то есть… А есть вещи интересные, которые… Вот какую-то вещь взять, и сколько ее не дели, в ней все равно будет оставаться какая-то другая часть. Это вот как магнит мы берем, да, когда делим его, в нем остается как бы… Получается два маленьких магнита. Магнетизм в этом смысле… И он вот все такие сущности классифицировал как отдельные. И в том числе там все противоположности, типа холод, тепло. Ну, то есть если взять какую-то вещь, разделить ее на два, в ней останется, ну, грубо говоря, и та, и другая часть все еще продолжит быть способной становиться либо холодной, либо теплой. То есть в ней будет и холод, и тепло как бы сохраняться в этом смысле. Вот поэтому он выделял холод и тепло в ту же категорию, что и массы и вещества, потому что для них работает там закон сохранения, в том числе где стало тепла больше, там стало меньше типа холода и так далее. Вот для него вот эти вот… Ладно, офф-топ. Извините. Короче, майнинговые мощности – это вот эти сущности аноксогора, для которых, которые так же как тепло-холод, свет-тима и элементарные вещества, для них работает этот закон. А для стейка, для proof-of-стейка вот этого консенсуса этот закон не работает. Да, мы, более того, рациональный любой пользователь, для него будет даже глупо не майнить оба, потому что он и здесь как бы получает условно 100, и здесь 100, а в итоге у него мат ожидания 100. А если он майнит только вот этот, у него мат ожидания там 70, чтобы он не выражал. То есть в таком консенсусе для майнинга, майнера наиболее целесообразная стратегия – это майнить сразу на все. Это ведет к тому, что блокчейн, как бы… Да, у него… Его равновесное состояние целевое – это максимальное ветвление. И так получилось? С NXC – это чертова, может и нет, потому что NXC, как бы неуловимый джо, особо никому не нужен. Но на самом деле, почему вообще на Proof of Stake смотрим? По двум причинам. Не потому, что он в этой крипте был, а потому, что он позволяет вот сюда вставить любую метрику и сделать любую логику. Это во-первых. Во-вторых, потому что сюда предложили решение, типа, если нам прилетает второй блок от какого-то валидатора, то мы в этом блоке имеем право его оштрафовать на какую-то большую сумму. Да, и здесь получается, что мы как бы приближаемся к такому же, как в случае Proof of Work распределению, что чуваку выгоднее алоцировать все на наиболее вероятный блок. Если тебе приходят два блока, подписанные одним майнером, то ты этого майнера можешь в одном из этих блоков оштрафовать. Я не помню, как там это технически реализовывается, но суть такая. Технически можно по-разному на уровне протокола. Да, ты только один майнишь и всем отправляешь, второй не будешь. Это, значит, первая причина, потому что оно позволяет, ну, проблема решается, оно позволяет сделать, привязать нам любую метрику внутри блокчейна к этому распределению крипты, и потому что эфир уже как бы сто лет, да, обещает вот-вот перейти на Proof of Stake и тратит огромные деньги на всякие ресерчи, исследует вдоль и поперек разные варианты Proof of Stake, там BFT-шные даже есть такие. Короче, все возможные просто случаи Proof of Stake уже исследовал, но все никак не перейдет. Не переходит он по, понятно, совсем не тем причинам, которые декларируются, да, не научным, не что там с точки зрения теории игры, что-то неправильно, а по очень простым, что когда ты переходишь с Proof of Work на Proof of Stake, ты делаешь нищими всех майнеров, потому что в эфире, а где ты его возьмешь-то, чтобы что-то раздать, в эфире нужно его сначала, то есть ты должен сначала напечатать новый эфир, эфир-то уже роздан, все. Нужно было сначала, ну лучше сначала это делать, да, да, если это предположить, да, но… Чтобы быстренько продать все свои сервера, еще на этом заработать, хотя они, наверное, уже не нужны. Да, мало кому нужны. Да, да, короче, перейти на Proof of Stake, для них это значит сделать майнеров несчастными, они на такое пойти не могут, как благородные люди, которые сначала как бы это майнеров прикормили, соблазнили, а сейчас так вам отросить и бросить. Виталик джентльмен, поэтому так не делает. Поэтому они не перейдут, я думаю, никогда на Proof of Stake, но не знаю. И причина этому не какие-то сложные там теоретико-игровые ситуации. По майнерам лично говорят в какой-то эфир. Скажите, когда на кофе-то не ставьте. Нет, то, что у них как бы вот, просто когда было DAO, когда было DAO, Виталик Бутерин, он как бы на прямой коммуникации с майнерами просил их откатиться назад, вот, и они откатились. Поэтому как бы… Ну да, он может им сказать, давайте накопите там побольше, и мы перейдем на Proof of Stake. Ну, может быть. Короче, самое главное, что это дает нам возможность, тут привязать любую логику. Например, да, то есть, например, мы говорим, что мы считаем, что наиболее, значит, полезное с точки зрения нашей крипты, ее развитие, поведение узла, это когда он делает много транзакций. Мы можем проверить, сколько у кого транзакций, и можем сюда забить количество транзакций, которые он сделал за последнюю там неделю. Штрафовать, да. Штрафовать, да, несложно. Штрафовать. Не-не-не, подожди, нам… А, если у него нет денег, мы его не можем штрафовать? Слушай, дело, говоришь. И просто он делает много транзакций. Все, конец. Вот, вот скотина. Ну, слушай, ты правильно говоришь, да, какой-то… А, тут нельзя проще, мне просто в голову, нах, Катурник пришел проще консенсус. Правда, я его не продумал. Давай, давай, да. Он всем понравился, короче, я ему дал пиратский консенсус. Мне уже нравится. Короче, стейк, вот, да. Уже, уже пару лимонов можно собрать. Нам чуть призамойли, да, хотя у нас никогда не работало. Вот, короче, ну вот так же стейк всех хранят, и, короче, только самый большой стейк подтверждает транзакции. Ну, типа, фи делит на всех. Так же можно тебе пиратский консенсус? Ну, это похоже… Ну, если он вдруг что-то не то предложит, то другие майнеры могут выбрать второго позначимости, разделить весь его стейк между собой и как бы с ним больше не общаться. Ну, типа, почему бы так не делать? Не, хорошо, можно так. Просто если ты… Не, а может что-то не так? Не, все так, ну, эту логику можно здесь настроить. И это вот, когда приду… Почему, да, прекрасно, что здесь можно вставлять что угодно, потому что как только появилась вот эта вот логика, сразу, не знаю, как из петарды или хлопушки, значит, вылетела куча криптовалют с разными какими-то фишками в области консенсуса, основанной на этой формуле, но которые делали это как-то по-своему. Ты что подумаешь, что не все что угодно там ставишь? Да нет, ну, окей, там, ты просто… У тебя есть награда за блок, там, условно, один какой-то твой коин, да, соответственно, ты просто в качестве штрафа кладешь этот же один коин, и все, и ты должен захолдировать один коин, ну, как бы, окей. Ну, типа, штрафа, ну, не надо. Ну, да, да, ну, да, да, ты ходил, холдируешь там ровно столько, сколько здесь там награда за блок. Этого уже достаточно, даже меньше можно уже будет достаточно. То есть тебе не нужно, как бы, ты не лочишь там стейк, как в Proof of Stake, да, как бы, миллионы этих коинов, и просто тот, который достаточно будет, значит, штрафовать и все. Ну, это же, это же дикий капитализм, ну, типа, у кого больше транзакций, становится еще больше, еще больше, еще больше, он все время майнит. Ну, Proof of Stake тоже похоже на дикий капитализм. Ну, видишь, как бы, да, анархисты они такие. Почему? У кого больше денег, кто-то богаче. Что тебе там? Прямо как и работает капитализм, то это и означает капитал. А как это прицепить? Ну, то есть, да, у кого больше стейка, еще становится он больше, 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 больше. Ну, как бы, да, жизнь. Да. Так и работает это в обычной жизни. Да, можно просто равномерно распределять. Ну, опять же, равномерно. Ты нагенерил себе 10 тысяч узлов, да, как бы. Все-таки стейк, он в каком-то смысле, он вот в этом смысле не имеет сохранения массы, да, а так-то он как раз, как-то, как масса, да, где его стало больше, значит, в другом месте стало меньше. Ну, в общем, дальше любую логику, да, там proof of importance, вот как раз вот эта вот важность там того или иного узла можно как угодно определять. В Dash'е они делали так, что у тебя есть, ну, там были мастер ноды, короче, которые занимались валидацией и обычные ноды, которые не занимались. И у мастер нод, типа, был такой рейтинг. И ты, если оказываешь сервис 24 на 7, и тебя пингуют другие ноды, ты, значит, в этом рейтинге сидишь, когда здесь кто-то, один из майнеров получает вознаграждение, он в начало очереди перемещается, да, и поэтому ты так потихонечку поднимаешься, 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 когда поднялся, ты получаешь вознаграждение. Вот. Тот, кто больше сервиса оказывает, тот там быстрее перескакивает через какие-то уровни. А если перестал оказывать сервис, то ты падаешь вниз. Да, там 20, там, не знаю, 10 минут тебя не было онлайн, ты, хоп, уже с нуля начнешь. Вот. То есть, короче, разные там фокусы, механизмы, стимулы и так далее начали появляться благодаря вот этой вот идее красивой, что можно на любую метрику завязать вознаграждение. Но, значит, я, сейчас, ёпас, почти 9 часов. Ну ладно, ладно, за 10 минут тогда, блин, все время хочу побыстрее, какие-то вот топы там, какие-то аннексиагуры. Вот эту фигню мы пропустим, это как ускорить распространение блока по сети. Ладно, не пропустим. Вон, короче, название, ссылка на статью, там все это детально описано. В общем, сначала в биткоине все было совсем плохо, потому что протокол обмена блоков, да, между нодами, он тоже включает какие-то раунды коммуникации. вон там. А, чтобы, ну, Б, на самом деле, получает здесь порцию информации, да, блок, А отправляет ему invite, Б отправляет назад реквест блока, этот отправляет ему данные, Б верифицирует полностью весь блок, только после этого начинает его отправлять дальше, продолжается, да, то есть по своим перам. То есть из-за этого мы видим, что в принципе блочок распространяется не так-то быстро, не так-то быстро, да, вот каждый раз у нас вот эти вот протоколы, то есть самое быстрое было бы это, если сразу данные, короче, ба-бах, 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 это было бы самое быстрое. Наверное, invite тоже содержит какие-то важные, там, ты готов там принять блок, черт его знает, сетевые какие-то, сетевой став. Ну, смотри, тут они в общем-то и сделали так, ну, предложили какие-то импровменты, которые позволяют это делать быстрее. Значит, вот это вот время распространения блока, да, мы видим, что в принципе, как бы большая часть блоков меньше, быстрее 10 секунд, но есть какие-то блочки, которые там больше 30 секунд распространяются, да, то есть. Не имеют вероятность, время это по x, а вероятность по x. Угу. Да. Ну, грубо говоря, вот это какая справа, какая доля блоков у нас распространяется, ну, вероятность у нас же чего, из статистики, да, то есть, какая доля блоков у нас распространялась дольше 20 секунд. Что значит распространялась? То есть, это не валидация блока, ничего, это просто блок, уже все намайнены, сформированы, распространяются по сети. Да, то есть, какие-то блоки вон там 50 секунд, что-то минуту, то есть, 10 секунд спокойно, а 10 секунд это там для майнеров, это как бы важно, да, то есть, скорость распространения, в принципе, она, так это, чувствительно, да, мы, ну, допустим, в эфире генерация блока раз в 15 секунд, то есть, там, да, у тебя 15 секунд, чтобы намайнить блок, а смотрите, то есть, приличная доля блоков, она распространяется там в районе 15 секунд, то есть, ты как бы блок намайнил, отправил, а там, пока он туда шел, там уже кто-то его намайнил, другой там, то есть, количество форков, да, какое будет, вот, если бы в биткоине раз в 15 секунд, при такой скорости распространения генерились блоки, именно, чтобы не было вот так вот, форков много, да, нужно вот это отсечь, что блоки в нем раз в 15, там, раз в 10, да, ну, ну, во-первых, да, во-вторых, есть оптимизация на уровне, вот здесь предлагается в этой статье, как раз оптимизация, как быстрее распространять блоки, и вот как, конечно же, там, начинать быстрее этот протокол коммуникации, то есть, у них есть три предложения, значит, в этой статье перечислены, как все это улучшить, первое, это, из чего стоит верификация, мы проверяем сложность, что она корректная, потом начинаем все транзакции проверять по очереди, и потом типа, дан, вот здесь предлагается, что как только мы проверили difficulty блока, мы после этого сразу начинаем уже, вот этот протокол обмена данными, почему после того, как проверили, потому что если мы в принципе непроверенные блоки будем дальше пересылать, очень легко задедосить, да, блокчейн, если мы в принципе ничего не валидируем, а сразу начинаем, это как распространять непроверенные слухи, а тебе в какой-то момент перестанут верить, то есть лучше проверенные качественные слухи, сплетни распространять, да, вот как еще можно ускорить, да, вот эту вот всю фигню с invite-реквестом, в принципе она не влияет, да, то есть invite-реквест не влияет на difficulty, большая часть блоков так или иначе распространяется корректно, поэтому если мы начнем протокол коммуникации уже со следующим, еще до того, как проверили корректность получаемого блока, мы в принципе там в каких-то случаях, вот здесь получится, что мы зря человека потревожили, но в большинстве случаев мы здесь проведем предподготовку, как бы нормально, и потом быстрее начнем передачу ему данных, да, и третья гениальная идея, это все замкнуть на централизованный узел, ну то есть зачем нам через 100 узлов передавать блок, да, давайте выберем одного, который через него будем за два шага все делать, блестящая идея, три таких, ну три мысли, ну короче, решить вопрос на уровне топологии, понятно, что это там утрированно, то есть можно там через разных, там выбирать их произвольно, как-то рандомно, значит еще момент, который я обещал, да, с точки зрения того, что нам нужно на семинар, блин, тут ничего не видно, слишком мелко, ну ладно, это воркфлоу валидации транзакции в биткоине, это не связано с консенсусом, это просто я обещал, да, сейчас вот про это закончим, и будет еще proof of capacity, очень быстро расскажу, значит, почему это важно, да, потому что мы уже два раза там начинали говорить о том, как валидируются транзакции, там есть какие-то нюансы, плюс мы на семинарах, да, вот дошли до этого момента, поэтому посмотрим, как делается дядя Накамото, значит, или дедушка, эта транзакция новая, эта транзакция старая, у нас в новой есть какой-то input, который ссылается вот на этот output, значит, мы помним, да, что мы сначала, короче, сначала мы выполняем полностью скрипты, input и output, и понимаем, что там так, ну, доходим до момента, когда нам нужно проверять подпись этой транзакции, вот, сохраняем публичный ключ, из стека забираемого, да, и саму подпись транзакции, дальше мы берем, вот этот вот output, его, ну, здесь выполняются технические преобразования, потому что на самом деле, между операторами, вот этими вот вызовами, еще есть сепараторы какие-то, мы их убираем, у нас остается вот чисто скрипт, с которым мы работали, да, opdub, ophash, там, здесь вот адрес, там, захешированный и так далее, короче, вот то, что мы и называли output, мы берем этот output, это какие-то, тоже не имеющие отношения к этому делу, технические детали, мы берем этот output, да, прекрасно все видно, значит, ааа, вот здесь output и, O1, O2, здесь input и, O1, O2, O2, O3, здесь у нас тоже был какой-то O'1, на который ссылается вот этот input, мы сейчас берем из всех вот этих вот input'ов, удаляем, в каждом input'е есть скрипт сиг, подпись какого-то output'а, вот мы их вычищаем здесь, вот что здесь происходит, то есть мы укорачиваем их на размер скрипт сига, эти input'ы, то есть они будут не подписаны, а output'ы все остаются, как они есть, мы преобразуем вот так транзакцию, и в этот input'1 мы вставляем, мы его расширяем, вставляя туда скрипт под кей, из O'', вот это вот скрипт под кей, из output'а, а эти остаются без своих подписей, без скрипт сигов, O1, O2, и вот такую конструкцию мы подписываем, и эту подпись вставляем в скрипт сиг этого input'а, и это делаем для каждого input'а, то есть мы три раза возьмем, чтобы подписать эту транзакцию, что такое подписанная транзакция в биткоине, это мы три раза делаем вот эту операцию, берем для этого input'а его output, вычищаем из всех input'ов все, вставляем в этот input скрипт папки из output'а, подписываем тем ключом, который здесь написан, потом возвращаемся вот сюда, и вставляем сюда скрипт сиг, помните, да, у нас скрипт сиг, это там private key и, собственно, подпись, вставляем подпись вот сюда, и так для следующего, для следующего то же самое делаем, берем его output, на который он ссылается, вычищаем из первого все, что мы туда вписали, вот эти вот вещи, в него во второй вставляем скрипт папки из его output'а, подписываем, возвращаемся сюда, и вставляем в него вот так вот скрипт сиг с private key и подписью, private key тем, который вот здесь вот был, для третьего берем его, вычищаем из предыдущих двух их подписи вот эти, и все вот так проделываем, то есть в каждом, то есть подпись каждого input'а, она не затрагивает подписи всех остальных input'ов, то есть как будто из них все вычищено, да-да-да-да-да-да, вот как оно, я просто думал, что оно будет отчетливее, тут из-за проектора просто половину не видно, самых тонких, важных деталей, ладно, все, значит, последняя, важнейшая тема, proof of capacity, или proof of space, еще называется, значит, возникла идея, в каком-то воспаленном мозгу, ну, что, значит, майнинг на процессорах, на всяких азиках, это не true, а вот если майнинг на жестких дисках, не, на видеокартах это, ладно, кстати, на видеокартах это некий промежуточный, азик, дословно переводится, это аббревиатура, которая означает, что это микросхема, специально сконструированная под решение какой-то определенной задачи, то есть это, грубо говоря, интегральная схема, это конкретно аппаратная реализация функции Ша-256, то есть Ша-256 в металле, которая больше ничего не умеет решать, да, вот, то, что умеет майнить биткоин, больше ничего не умеет делать в принципе. Естественно, в этой штуке нет никакой памяти, самой по себе, потому что это усложняло бы конструкцию, то есть у нас output из нее получается, сверяется с каким-то там, ниже он порога или нет, и выбрасывается, его не нужно запоминать. Поэтому, то, что сделал эфир, перейдя на более сложные процедуры майнинга, для того, чтобы использовать видеокарты, это было частичное решение проблемы централизации майнинговых мощностей, да, чтобы простым людям, дать тоже домашним майнерам возможность майнить, чтобы не так было все централизовано, они сказали, давайте мы будем использовать алгоритмы майнинга, которые задействуют, в том числе, нельзя просто так взять и процом заманить, нужно какие-то промежуточные результаты хранить, для этого уже нужно использовать какой-то более, нельзя так легко штамповать уже такими как это схемы, это более сложная конструкция, которая, например, представляет из себя видеокарта. Но это ладно, про это можно там в следующий раз поговорить. Здесь вот тема, ну на самом деле, в ту же степь, что азики, короче, не тру, потому что азик больше ни для чего нельзя использовать, а хотя бы видеокарту, если вот у нас по каким-то причинам мы перестали майнить, видеокарта может выполнять какую-то полезную работу, там рендерить видосы, например. Не для себя обучать. Или да, или для этого. То есть она в принципе не бесполезная штука, мы как бы не тратим бесполезно какие-то ресурсы, электричество, не так много тратим и так далее. В общем-то, идея Proof of Capacity была очень близкая. Давайте место на жестком диске будем использовать как вместо майнинговых мощностей. Наверное, идея была ровно, это было два как бы конкурирующих формата в какой-то момент, вот, пока, ну в итоге победила идея майнить на видеокартах, да, то есть они на жестких дисках. Но они пытались решить одну и ту же задачу, чтобы майнинг, он был, во-первых, более децентрализованный, доступный обычным людям, во-вторых, чтобы он выполнял, эти мощности могли выполнять еще и какую-то полезную работу. Да, следующим шагом в отношении и первого, и второго является вот, что, если ты рендеришь какие-то, условно там, рендеришь фильмы или видеоигры, и это используется тобой в качестве именно твоей майнинговой работы, то есть совмещать твою работу по рендерингу какого-то видео с вознаграждением тебя криптой, чтобы ты, в принципе, выполнял только полезную работу. Не так, что ты майнишь на видеокарте, но мог бы еще рендерить, когда перестанешь майнить, а так, что ты сразу и рендеришь, и майнишь одновременно, и точно так же, чтобы ты хранил на жестком диске какую-то полезную нагрузку, и там, чем больше ты ее хранишь, тем больше у тебя каких-то коинов. Это все похоже на баллы в торренте, как если ты много раздаешь, у тебя начисляются там баллы какие-то. Вот, то есть, чтобы ты за полезную функцию вознаграждался какой-то криптой. Такая вот идея, вообще красивая. Вот, но поскольку майнером, короче, почему-то пока что эфир, который ближе всего, по идее, к этой теме, ее не реализовал, но да ладно. Пошли, идут, пока что, да, у них Proof of Work, но они могли бы как-то, ну ладно. Ну вообще, это прикольно, потому что, кажется, что если так демократить, завладить, майнер, то все забьют на него, ну типа раз, на сверхприблии, и что там заниматься, но при этом, вшить его в жизни, вот это играют в игрушки, и майнер. Играют в игрушки, и майнер. Там вроде как нормально. И все лучше. В общем, до того, вот, а первое, до того, как решили, что можно полезной нагрузкой забивать жесткий диск, и это считать майнингом, значит, вот как придумали, просто майнить, забивая жесткий диск. Идея всего достаточно простая. Звучит она так. Давайте сделаем майнинг, но сделаем, во-первых, сохраним вот эту идею из proof of stake, что каждому чуваку у нас назначается какой-то его индивидуальный, его индивидуальная планка, которую мы можем перепроверить, но при этом каждый из них что-то майнит, но он майнит все это заранее. И чем у него больше жесткий диск, тем больше шансов у него первым преодолеть свою планку. Что-то типа таблиц, да. А, типа хэши, да. Да, да. То есть тут вся идея ровно такая же, как очень близко к proof of work. Просто, во-первых, используется тяжеловесная такая неповоротливая функция шабал-256, это вот конкретно бёрст коин, который это сделал. То есть на ней неудобно майнить и медленно, но зато ты можешь забить свой жесткий диск, ну, месяц помайнил, как бы, да, условно. Это плотинг у них называется. Опять, да, всякие новые. Да, он забит фигнёй. Мы сейчас говорим про то, как забить фигнёй, тем не менее, ну, как бы, сделать майнинг на этой фигне. То есть ты забиваешь свой жесткий диск, там, тратишь месяц, чтобы, или просто договариваешься с кем-то, у кого это железо есть, быстро забей мне жесткий диск ему, пожалуйста. Ты, в общем, забиваешь какой-то фигнёй. Вот как выглядит эта фигня, да. По сути, это те же самые хэши, которые ты будешь потом использовать для заголовков блоков. Но эти хэши как-то замазаны на твой айдишник, чтобы, в общем, у каждого чувака здесь индивидуальный набор хэшей, который как-то промаркирован и связан с... То есть смысла воровать нету. Наоборот, есть смысл предоставлять кому-то свой жесткий диск под хранение его хэшей. Ну, то же самое, как майнинговый пул. В общем, смотрите, как рассчитывать, чем забивается вот этот вот пространство на диске. Берём аккаунт айди, айдишник аккаунта и какое-то число, которое у нас сначала равно нулю. Мы будем, грубо говоря, нам нужно забить триллионом каких-то записей весь этот жесткий диск. Значит, мы берём айдишник аккаунта и ноль. пропускаем их через функцию шабал 256, получаем какой-то хэш. Значит, в следующий раз мы берём, для того, чтобы получить следующее число, мы берём уже айдишник один, здесь у нас был айдишник ноль и аккаунт айди. айди. Дальше мы берём то, что получилось, опять аккаунт айди и единичку. Потом то, что получилось, вместе с этим опять аккаунт айди и двойку. И так делаем 8192 записи. Делаем, делаем. Короче, это на самом деле не так важно. Ну, понятно, да, то есть мы как-то генерим вот эти хэши на основе айдишника пользователя и потом любой чувак сможет перепроверить, допустим, взять какой-то хэш там с номером 8192 и пересчитать его. Вот этот сможет проверить, что действительно этому чуваку хэш под номером 8192 достался именно такой. Он возьмёт его айдишник, номер подставит, пройдёт все эти вычисления и довольно быстро это валидирует. То есть 8000 хэшей посчитать не так-то долго, да, можно. Значит, что дальше происходит? Таких хэшей, это вообще не важно, вообще не, это фигня всякая, не суть, короче, получает, вот, значит, в итоге у нас, у них нонсом, внимание, называется не это число, которое мы перебирали, да, вот в proof-of-work вот это вот называем мы нонсом, та циферка, тот счётчик, который мы перебираем. Здесь у них нонсом называется вот такая группа из 8192 хэшей, объединённых в пары. Пары опять называются каким-то, значит, словом скуп, что означает ковш, или, значит, лопата, порция. интересная терминология, так же опять какие-то, в общем, ладно. У нас получается вот такие группы данных, значит, и таких групп данных 4096, с нуля по, такое число. Значит, в итоге у нас вот этот вот весь объём диска забит вот этими нонсами, вот этими, по 4096 пар хэшей. Чем у тебя больше жёсткий диск, тем у тебя больше вот таких вот нонсов с такими хэшами. Значит, дальше ну да, да. Кто? Ну там же хэш считается, как берём айтишник, пользуясь, и там число 0, 1, 2. Ну да, да, каждый хэш вот. Мы перебрали 8191 число, идём дальше, типа 8192, 8193, и что-то следующий нонс сложится. не смотри, у нас сначала берётся номер не хэша, а нонса. Я, наверное, там наврал, когда рассказывал. Вот мы берём, вот первый вот этот нонс считаем, да, там с номером 0. Мы для него берём вот здесь 0, здесь аккаунт ID. Это будет последний хэш в первом нонсе. Берём следующий нонс, вот этот блочок, да, вот этот вот, это первый нонс с номером 0, 1, 2, 3. Рассчитывать 8192 хэша, которые входят в этот блок, мы начинаем с аккаунт ID и 0. Да, то есть я там наврал, я там писал, как будто мы номер хэша используем, мы используем номер нонса. А второй мы начинаем с единицы, это третий? Второй с единицы, третий звуки, да, и так далее, стройки. То есть мы генерим, вот сколько у нас этих нонсов, там триллион, секстиллион, да, вот мы всё это генерим. Дальше мы складываем, в итоге нас интересуют на самом деле не нонсы, а вот эти вот скупы. Это вообще не важно, какие там трансформации происходят. Вот что нам важно, нам важно, сколько мы смогли забить вот таких нонсов. Дальше мы всё это трансформируем в структуру данных, чтобы у нас все скупы с одним номером лежали рядом. Допустим, у нас получилось 500 вот таких вот хэшей, мы дальше берём, у нас 4096 скупов. мы берём скуп 1 из нонс 0, скуп 2 из нонс 1, скуп, а, нет, скуп 1 из нонс 1, скуп 1 из нонс, сколько у нас там 500, допустим, миллионов нонсов, мы смогли себя сгенерить. Мы берём их, складываем как бы просто в субэдэ рядом, потому что нас будут интересовать скупы с одним номером. И так далее. И последний будет скуп 4096 н ноль, скуп 4 1095, да? Ну, если 10, если это с нуля начинается. 95, номер 500 миллионов. Вот, организуем их таким образом. В каждом, в каждой этой секции у нас будет 500 миллионов скупов с одинаковым номером. И теперь майнинг вот следующего блока будет заключаться в чём? В proof of stake помните, да, у нас однозначно по номеру предыдущего блока и нашему айдишнику мы понимали какой, какая наша планка. Вот здесь мы будем однозначно понимать свою планку, но эта планка будет выражена в номере скупа, который мы должны использовать для майнинга. То есть наша планка зашифрована будет в мы должны выбрать там минимальный хэш из скупа номер 4095. И чем больше у нас этих скупов, чем больше у нас 500 миллионов если у нас получилось сгенерировать, то скупов с номером 4095 у нас будет очень много. И вероятность того, что минимальный из них будет меньше какой-то наберёт заданного числа, она больше. Точно так же, чем больше раз промайнили функцию, тем больше вероятность, что... Вот, сейчас увидим, как понять. А, понять это дело не хитрое. Давайте сразу к вот этой красивой схеме перейдём. Плоховато видно? Плоховато видно, тогда обратно. Да, собственно, вот как начинается майнинг. Из предыдущего блока мы берём опять какой-то его айдишник и его высоту неважно. Короче, берём информацию с предыдущего блока. Эту информацию пропускаем по модулю 4096 и получаем номер скупа. то есть мы в то есть если в proof of stake мы получали здесь мы складывали это ещё с айдишником своим, да, то здесь мы полностью информацию берём из предыдущего блока. Просто для каждого блока вот что такое предыдущий? Это текущий блок, который мы хотим достроить. То есть для каждого блока мы можем однозначно определить номер скупа, который все майнеры будут использовать. Каждый полезет свой скуп с таким номером. Чем больше у тебя памяти, тем у тебя будет больше скупов с таким номером из разных вот этих нонсов. И дальше ты должен среди скупов с таким номером искать минимальный. Вот лезешь в скуп с таким лезешь в скуп с таким номером. Вот нашёл типа 403. Берёшь из него скуп data это твоя подпись складываешь со своей подписью это вот те самые два хэша там пара хэшей которая была в скупе с этим номером это твоя подпись пропускаешь это через функцию получаешь target новый делишь его на какой-то base target получаешь то же самое deadline то есть ту же самую планку только эта планка будет двигаться ну да получаешь эту планку но здесь наоборот она будет спускаться сверху вниз но не суть ну она могла подниматься да здесь она будет спускаться нет смотри это уже синяя планка да раньше которая совершенно другом консенсусе proof of stake просто который был нарисован раньше была наверху зафиксирована а зеленая ползла вниз вверх с разной скоростью вот здесь конкретно зеленая ползет вверх с одинаковой скоростью но твоя ты выбираешь свою синюю планку из большого количества доступных тебе планок чем больше у тебя этих скупов тем больше у тебя вариантов того какая именно планка тебе досталась да ты очень быстро у тебя память там быстрее гораздо работает чем майнинг HH256 и ты быстро даже дофига там этих скупов ты очень быстро находишь тот минимальный среди них и более того ты уже как только какой-то минимальный нашел ты сразу начал с ним работать как бы да у тебя есть такая планка ты дальше ищешь 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 если нашел еще меньше окей у тебя новый минимальный и так далее то есть ну быстрее чем майнинг да ну хорошо бы если бы ты если это сделал интересный вопрос хороший вопрос почему похоже уже на майнинг какой-то тогда наверное наверное все-таки мы либо заранее ну мы можем это заранее посчитать если это просто наша подпись если это наша подпись мы можем заранее посчитать она просто номер скупо определяла вообще да интересно интересное замечание вот давай здесь посмотрим здесь точно должно быть понятно так вот мы вот это вот мы взяли предыдущие это прямо вот картинка сайт этого берста так вот мы взяли значит предыдущие два из предыдущего блока подпись его создателя а не айдишник создателя даже и подпись пропустили получили генсик next генсик next ага генсик то есть это не наша подпись это вот этот генсик next то есть это то что мы то есть мы реально под каждый блок должны сейчас пересчитать получается не не все правильно да смотри генсик next вот генсик это ну не я думаю это и есть генсик next я в этом убежден то есть получается да мы должны пересчитать хрень какая-то сейчас подожди дойдем до этого так вот мы берем генсик следующий генсик блок хейт рассчитываем теперь номер скупа вот ген хэш вот этот вот номер скупа рассчитали теперь мы пошли по этому скупу и каждый точно и мы каждый раз проходя по каждому скупу должны пересчитывать вот этот шабал понятно почему это не зашло да потому что какой-то майнинчик все-таки блин остается ну ладно их может извинить только то что если там сама как бы идея забить слушай ну да все равно есть какой-то маленький да не я думаю я думаю просто есть сложность вот этого расчета она достаточно сильная первоначального у них есть там да там дискашин на тему что может быть это проще там в реальном времени рассчитывать чем заранее майнить и забивать свой жесткий диск и что вроде там с учетом того как это сегодня работает все-таки там рационально забить жесткий диск это понятно ну типа раз такую идею реализует что идеал этой идеи потому что ты заранее посчитал а потом вообще ничего не считаешь ну типа просто поиском все похоже да ну тогда 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 сейчас скажем что тогда а ничего не знаю как как регулировать время следующего блока типа вот скоростью да не ну там base target то есть вот нет нет наоборот ты ну у тебя тебе назначается планка и она делится на base target то есть чем больше base target тем быстрее тем ниже будет твоя планка и быстрее будет преодолеваться вот это чем меньше base target тем как бы меньше будет эта поправка да а есть не а есть твоя вот эта которая ну можно было туда ее всунуть да чтобы это быстрее росло но не суть здесь да здесь просто регулируется тем что все планки синие синхронно опускаются или поднимаются слушай да вот какая-то фигня почему все равно надо пересчитывать это все заставляет нас снова майнить потому что у нас здесь немного вот этих скупов номеров всего четыре ну пять тысяч то есть мы в лучшем случае там даем фору в пять тысяч раз да не нормально они живые я не скажу что это крутая там крутой какой-то coin просто сам принцип того как сделать вот этот примайнинг у них интересно реализован ну ладно не суть короче с майнингами консенсусами понятно я